Ольга, ваш заказ готов. Это контактные клещи, то есть машина контактной сварки универсальная, то есть она может сниматься со станины и варить с помощью этих клещей с рук. Заказывал мне этот аппарат Роман, ваш сын. И так как он отправился на СВО, вы сказали все равно сделать аппарат, оплатили. Я его сделал, сейчас продемонстрирую как он будет работать. Заказ необычный, так как я такого еще пока не делал ни разу. Это у меня первый заказ такой. Это со сменными вылетами клещей. Вам нужен был вылет 50 сантиметров для работы, для сварки каркасов, венков. И сыну вашему нужно было вылет 25 сантиметров для работы в гараже, для кузовных работ. В принципе я такой аппарат и сделал, сделал сменные вылеты. То есть вылет можно менять, ставить короткий либо длинный. Сейчас продемонстрирую на длинном вылете, как работает, как варит. Короткий вылет тоже покажу, но сваривать я на нем не буду, но все равно у него мощность одинаковая. Варит он точно так же будет варить. Вот вам для вылета 50 сантиметров для производства венков, то есть каркасов нужно было плоские электроды. Вот для кузовных работ там у них, у них уже заостренные электроды. Ну тоже все в комплекте будет. Вот сейчас включим и проверим. Так вот, вот так выглядит у нас аппарат. Это машина контактной сварки с педалью. Вот универсальная, то есть этот аппарат может сниматься с этой станины. Вот открутив всего лишь навсего по бокам четыре самореза, да, с одной стороны, с другой стороны. Снять вот эту тягу, да, к нижнему, к нижней педали, которая идет. Вот откручиваем этот винт, вытаскиваем нашу тягу и можно будет снять его со станины вверх. Вот и уже использовать как сварка с рук, как обычные сварочные клещи. Вот, также здесь у нас присутствует кнопочка под большой палец, то есть все это дело, все это дело работает, срабатывает. Вот, также здесь у нас меняются эти клещи, да, то есть эти 50 сантиметров вылет, как я уже говорил, с плоскими электродами для сварки проволоки. Вот, здесь у нас уже есть вот такие винты, клеммы, да, их разъединяете и вот снимаете верхнюю тягу, верхнюю штангу вылет и нижнюю вылет тоже снимаете. Вот, здесь нужно будет открутить, откручиваем вот этот винт, откручиваем вот этот винт, вот, снимаем, вот это уже мы открутили то, что мы сняли тягу, вот, снимаем верхний вылет, откручиваем вот этот вот болт, клеммный контакт, вот, и нижний тоже точно также, здесь у нас снизу будет два винта, откручиваем здесь винт и сзади один винт и нижняя тяга тоже также снимается нижний вылет, тоже откручиваем вот этот болт клеммный, вот, клемму раскручиваем и снимаем и ставим на их место уже короткие. Так, сейчас продемонстрирую, как выглядит короткие. Так, вот так выглядит у нас короткий вылет, это у нас вот верхний, верхний вылет, да, он будет уже крепиться вот сюда, на это место, и нижний вылет он крепится вместо вот этого длинного нижнего вылета, вот, и крепится уже вот этими клеммами к самим электродам. Вот, в принципе, здесь ничего страшного нету, замена займет минут пять примерно, вот, может быть даже и меньше. Так, сейчас мы его тогда включим и будем проверять. Так, что идет в комплекте тоже сейчас продемонстрирую. Вот так вот выглядит контактная сварка с вылетом, длиной вылетом клещей 25 сантиметров, вот, здесь уже электроды заостренные для сварки листового металла или кузовщины в автомобиле. Вот, то есть он уже снимается со станины, то есть откручиваем четыре самореза по краям, да, слева-справа на станине. Снимаем наш аппарат, он снимается, и уже можно использовать сварки с рук. Вот, для, именно для этого, вот, они идут и укороченные, укороченный вылет клещей. Вот так вот он выглядит. Так, что касается комплекта. В комплект входят туда очки для защиты глаз от искр, бокс, это для автоматов, крепите на стену, вот, вставляете туда автоматы. Два автомата входят в комплект. Подсоединяйте провода, это клемма для засемления, вот, ставите удобное место, подводите проводку, вот, не менее шести квадратных миллиметров. Так, это у нас наждачная бумага для зачистки медных электродов. Так, эта кнопочка у нас идет, как кнопка-педаль проводная для удобства. То есть, многие спрашивают вот такую кнопочку. Сейчас решил тоже, ну, то есть, делать в комплект их, эти кнопочки. Вот, может быть, и вам когда-то пригодятся эта кнопочка. Вот, она в основном нужна, когда где-то сварки с рук. Можно, то есть, если неудобно варить, да, не нажимать пальцем на кнопку на самом корпусе. Вот, кто-то, например, один человек держит сварочный аппарат, вот, другой нажимает, вот, либо можно ногой нажимать, вот, на эту кнопку для сварки. Также идут перчатки в комплекте прорезиненные, защитные для рук. Так, это крепеж, крепеж для станины. Так, здесь идут болты, анкера для крепления к бетонному полу и шурупы для крепления к деревянному полу. Здесь вот на станине есть сзади прикреплены колесики. То есть, можно за вылет взять и куда-то перевести, да. Вот, на передних ножках у нее, то есть, стоят опоры регулируемые. То есть, можно отрегулировать по уровню. Вот, если вам так не понравится, ну, как неприкрепленному полу, да, аппарат, можете прикрепить его к полу. Ну, намертво, как так скажем, да, куда-то стационарно. Вот. И пользоваться уже аккуратненько, да. Так, далее тут идут заглушки туда, к педали пластиковые и хомутики для крепежа провода, который идет от педали. Этими хомутиками можно этот провод прикрепить к профилю, вдоль профиля, да, чтобы не болтался провод, чтобы был все аккуратненько и не задеть случайно этот проводок. Так, что у нас там еще есть в комплекте? Визиточка в комплекте наша. Вот. Так, это сладкий подарок, небольшой сюрприз, в комплект положил, когда будете работать, пробовать будет. Так, это мой стабилизатор, он сел, батарейка, вот пришлось себе руками снимать, без стабилизатора камеры. Так, здесь у меня материал, вот этот материал, сейчас буду пробовать, как он приваривает наши машинно-контактные сварки. Так, это пруток оцинкованный, четыре с половиной миллиметра. Мне как-то привез в прошлом году заказчик, тоже заказывал для себя аппарат, приехал с Пензы, с города Пензы, да, и говорит, я приеду, сам потрогаю, пощупаю аппарат, посмотрю, как он варит, привезу с собой материал, вот, говорит, привез, попробовал, ему понравилось, заказал себе такой же аппарат. Вот, материал у меня остался и на нем уже буду и пробовать сваривать, так как он тоже занимается производством каркасов для ритуальных венков, вот, и у вас точно такой же заказ, и будем пробовать на этом же материале. Здесь вот я уже пробовал, приваривал, вот, видно то, что я пытался отламывать, прошлые разы, когда я показывал людям, да, не точка сварная не отламывается, то есть ломается рядом, приходится очень долго гнуть, вот, и от долгого сгибания она ломается рядом, но не в сварочной точке, вот так вот она приваривается, практически наполовину варивается друг в друга, приваривается очень хорошо, можно сказать, намертво, вот, ну, на этом вот материале и будем пробовать, как он приваривает наш аппарат. Да, как раз так, поставили камеру на штатив, так, сейчас попробуем приварить. Включаем наш аппарат сзади автоматом, то есть заработали кулеры, можно слышать, как они работают, отдувают воздух, отдувают холодным воздухом наш трансформатор. Вот, так, включился у нас контроллер, загорелся, да, табло и термометр, электронный термометр, он показывает температуру, потом все это расскажу. Так, берем наш проволоку, так, здесь у нас переведено уже на авто, то есть работа контроллера, да, выставлено 99% мощность и время поставим меньше секунды, где-нибудь периодов, поставим 45, да, периодов, вот, 45 периодов, это меньше секунды, секунды это 50 периодов. Так, на педаль, когда нажимаем, там и есть у нее микрик на конце педали, вот, и дожимая педаль, происходит сварка. Нажимаем и держим до тех пор, пока не остынет, ну, несколько полсекунды подержать, пока не остынет сварочный шов. Так, нажимаем, вот мы видим, прошла сварка, сразу же не отпустили, буквально там полсекундочки, и потом только отпускаем, чтобы дать немного сварочному шву остыть немного, вот. Так вот, получился у нас шов, то есть не шов, а точка. Вот, видно, что она, проволока вварилась буквально на миллиметр-полтора друг в друга, и пробуем ее ломать. гнуть. Мы видим, что сварочная точка не отрывается. То есть можно гнуть ее сколько угодно, пока она не сломается. Вот, в принципе, привар уже хороший. Вот, именно такая проволока, четыре с половиной миллиметра, лучше, например, варить. Ну, мощность, скажем так, оставим мощность так, на сто процентов, вот. Ну, а уже само время уже ставим на 45 периодов. Вот, 45 периодов, это меньше секунды, секунды это 50 периодов. В принципе, там посмотрите, как будет привариваться эта проволока. Может быть, она, нужно будет вам на 40 периодов поставить. Может быть, мощность немного убавить. Но, в принципе, я вот работаю, сейчас вот приварил достаточно, вот на таком, на такой мощности, да. Мощность там оставил такую же. Время 45 периодов. В принципе, уже будете примерно знать, какая проволока, сколько секунд, какое время нужно варить. То есть тоньше проволока, там уже нужно будет, я думаю, и мощность убавлять, и время. Вот. Так. Здесь у нас показывает температуру, температуру трансформатора. Это первичная обмотка. И температура нашего контроллера, да. На нем стоит тоже радиатор на семистере, который управляет включением аппарата. Чтобы не перегревался он, на нем стоит радиатор, и на радиаторе уже защита от перегрева стоит. И датчик температуры. Вот. Следите за температурой. Ну, нежелательно превышать 70 градусов. Если вы видите, что приближается к 70, лучше остановиться. Защита стоит на 95 градусов, но, как бы, лучше не доводить до того, чтобы она отключилась. Вот. Вот. Работать в режиме в таком, 10 минут режим работы, это в него входит 3 минуты работы, 7 минут отдых. 3 минуты работы, 7 минут отдых. Либо 5 минут работы, 5 минут отдых. Смотря, какими металлами вы работаете. То есть, если совсем тоненькие проволоки, можно работать и 5 минут, 5 минут отдых. 5 минут работ, 5 минут отдых. Вот. Так, здесь вот переключаем авто. Это работает контроллер по выстановленным параметрам. Переключаем на ручной. Это сколько мы нажимаем на кнопку, столько он и будет варить. Это ручной режим. То есть, контроллер рассчитан до 2 секунд. Здесь, в ручном режиме, можно проварить какие-то толстые металлы, да? Можно подержать 3, 4, 5, 6, 7 секунд. Вот. Можно какие-то закисшие болты, гайки заржавевшие до красна разогреть. И потом уже они легко откручиваются. Вот. Ну, в принципе, вот это ручной режим тоже очень полезная иногда вещь. Вот. В принципе, все. Аппарат, он придет практически, ну, можно так сказать, в полуразобранном виде. Вам нужно будет только поставить самоаппаратную станину, прикрутить саморезами, да? И установить вот эту нижнюю, к нижней, к педали, вернее, тягу. Прикрутить вот там болтиком к верхнему вылету и прикрутить болтик к педали. Вот. Все. Да, и педаль, наверное, длинная. Я ее сниму. Она будет идти тоже отдельно. Ну, прикрепите винтом. Вот. Здесь заглушки поставить для красоты. Вот. В принципе, все. Все это в комплекте есть. Все будет. Эта тяга уже тоже, она отрегулирована. Здесь она будет себя полностью собрана в виде. Будет примотана пленкой, стрейч-пленкой, да? К нашей станине. Вот. Здесь у нас компенсационная пружина. Вот она должна вот в таком сжатом положении быть. Здесь буквально миллиметр между витками. Должно быть вот расстояние между витками примерно миллиметр. Вот. Ну, все это дело будет в собранном виде. То есть, распирать я ее не буду. Вот. Если вдруг нужно будет подкрутить педаль, то есть, она регулируется толрепом. Вот. Регулируйте, она опускается. Вот. Вот. Поднимается и опускается. Вот. Это нужно для того, чтобы, смотря какие металлы вы привариваете, какой толщины. Если тоненький металл, там немного подкрутили проволоку, тоненькую будете варить. Вот. Для того, чтобы хватало нажать, вот, и пятачки сжались достаточным усилием, чтобы сработала там пружинка, да, натянулась. И потом уже, когда дожимаете, произошла сварка, нажав, дожав до конца педаль. Так как там на конце у нее микрик стоит, и он включает сварочный процесс. Вот. В принципе, все рассказал. Да, здесь у нас показывают еще, китайцы сделали, зачем не знаю, раньше не было такого, показывают еще вольтаж. Вольтаж, это не обращать внимания, это блок питания, который питает наши кулеры для охлаждения. И наш вот этот вот термометр. Вот. Поэтому на 11,7 вольт не обращайте внимания. Это 19-вольтовый блок питания, всего-навсего. Смотрите только на показания термометра. Вот. Здесь мы видим уже 27,1 это температура первичной обмотки на трансформаторе, которая в лаке. И 27,9 это температура контроллера. Вот. Еще раз следите, не превышайте 70 градусов, желательно. Вот. На задней панели у нас здесь включение. Вот. Можно его выключить уже. Вот. И кнопка, вернее, разъем, педаль. Вот. То есть она на фиксаторе. Нажимаете фиксатор, потом как вытаскиваете. Вот. В принципе, все. Аппарат придет вам в обрешетке, вот, в деревянной защитной обрешетке, вот, в стрейч-пленке замотанной. Вот. Отправляю отдельно, то есть станина снимается от, разденяется от сварочного аппарата, то есть для удобства очень удобно отправить его. То есть помещается на поддон лежа, да, вот это станина, ставится рядом аппарат. Все это дело пленочкой, стрейч-пленкой заматывается и в обрешетку, вот, деревянную, для того, чтобы при транспортировке не повредили. Вот таким вот образом выглядит аппарат. Аппарат 4200 А, то есть по характеристикам, да, то есть по расчетам. Сзади там написано 3500, по-моему, на шире. Бильдике приклеил. Но это наклейка старая, я ее пока еще не переделывал. Вот. Ну, ничего страшного, на нее внимание особо не обращайте на это. Но мощность здесь она больше, чем заявлено. Вот. Ранее у меня не было просто клещей измерительных, которые можно было ток измерить. Вот. Пришлось мне потом купить их в Китае. Я заказал ток измерительные клещи специальные. Там цена их где-то 1008, по-моему. Вот. Померил уже. И там ток уже оказался немного больше, чем я думал. Вот. Поэтому шильдик пока я наклейку не переделал. Вот. Ток здесь 4200 А. Вот. Расчет по расчетам. Так. Что еще? Питание. От розетки. Я пробую. Для пробы можно использовать для коротких, небольших работ. В принципе, можно. Да. Работает, варит. Вы сейчас видели то, что я варил. Можно так сказать. Квартирная розетка. Два с половиной квадрата в розетках. Всегда рассчитано в квартирах, в новостройках. Вот. Работает. Все работает, да. Но нежелательно этот аппарат постоянно работать от проводки два с половиной квадрата. То есть, здесь необходимо этому аппарату шесть квадратов. Вот. Вы можете обратить внимание по толщине провода. Это вот провод шесть квадратов. Это два с половиной. Вот. То есть, нежелательно работать долго на проводке два с половиной квадрата. вот так как проводка это не рассчитано под такие мощности вот но для коротких каких-то небольших работ в принципе можно вот так в комплекте будет да я уже говорил автоматы коробка для автоматов прикрепите к стене вот если нужно будет куда-то его перенести да и сваривать с рук где-то в гараже где-то для кузовщины можно вот использовать вот такую колодку и вот такой переходник для розетки вот в принципе то есть обычной вилкой до желательно конечно заземлением вот здесь я продемонстрировал вот розетку вилку подключил без заземления но использовать обязательно с заземлением здесь я просто как бы попробовал как он сваривает но для работы обязательно заземление так как корпус заземлен вот и работа с металлом держать будете руками все это дело желательно заземлять вот корпус заземлен и еще желательно обезопаситься и бросить под ноги резиновый коврик это тоже прописано как бы в гости то есть для безопасности для вашей безопасности вот так он током не бьет надеюсь его там пять вольт вот просто большой ампераж для сварки вот а так на всякий случай как говорится раз год и палка стреляет лучше положить резиновый коврик под ноги так но в принципе все рассказал сейчас я его паку и отправляю вам город майкоп транспортной компании п как и договаривались вот да сыну вашему пожелаем удачи чтобы вернуться все было нормально так все паку и отправляем так ну вот и все что я хотел рассказать об этом аппарате также мы делаем эти аппараты на заказ все наши ссылочки будут внизу описании под видео кому интересно переходите вниз вот и найдете там все ссылочки на наши группы вконтакте вот и другие наши каналы вот номер телефона также я здесь прикреплю его на видео номер телефона будет для заказов кому интересно такой вот аппарат делаем разные мощности разный вылет то есть для разных видов работ по работаем под заказ для клиента да то есть мы сначала обговариваем с клиентом для каких работ нужно вот какая мощность обговариваемся вот какой вылет какие электроды необходимы вот именно для этого заказа здесь сделал второй вылет как бы в комплект то есть вылет 25-е миллиметров и вылет 50 сантиметров вот крепится ну таким образом вылет на 25 сантиметров да вот здесь и к этим клеммам когда ставите на 50 сантиметров вот прикрепляйте другой вылет или креплять увидеть откли мы все то есть все в рабочем состоянии все нормально вот мощность разная вот 4200 ампер этот вот то есть от 1400 потом идет 2800 ампер вот этот 4 2200 ампер вот то есть для разных толщин металла вот кому интересно можете переходить посмотреть на наш канал эти сварочные аппараты машины контактной сварки универсальные вот универсальность их в том что они снимаются до с этого со станины и можно работать ими как клещами ручными для сварки с рук вот так же мы делаем различные выжигатели эксклюзивные которые не продаются на в магазинах и вроде сети да то есть не найдете вот такие аппараты тоже выжигатели делаю на заказ кому тоже интересно переходите смотрите делаем выжигатели дымогенераторы для холодного горячего копчения нагнетатели дыма для этих дымогенераторов и много-много другое регрудеры пассиваторы вот кому интересно можете зайти посмотреть вот ставьте лайки кому понравился кому нет так и дизлайк вот пишите в комментарии нравится вам такой аппарат или нет что вам в этом аппарате не понравилось что понравилось можете написать комментарии вот на комментарии я всегда все отвечаю вот так ну все в принципе рассказал с вас подписка лайк и комментарий все до новых встреч всем пока